Всем привет! Россияне стали активно скупать японские автомобили с правым рулем. Желающих приобрести такие машины оказалось настолько много, что в августе из-за серьезной нагрузки перестал справляться с потоком транспортных средств в порт во Владивостоке. В настоящее время он буквально переполнен машинами, поскольку импортеры не успевают их доставлять своим клиентам. Конечно, в этом виноват курс рубля и высокие цены на новые автомобили у дилеров. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Уже сейчас некоторые дилеры распродают автомобили со склада, а они стоят дешевле. Посмотреть все горячие предложения вы можете перейдя по ссылке в описании. Выберите на сайте автоспот в поиске интересующий вас автомобиль и вы увидите самые выгодные цены в России на данный момент. Помните, автоспот поможет сэкономить вам деньги! Ссылку на автомобили со склада оставил в описании. Пользуйтесь! Одной из причин такого ажиотажа на японские авто с правым рулем называется укрепление курса рубля по отношению к доллару и евро, за счет которого некоторые машины подешевели аж на 60%. Давайте также посмотрим, сколько на самом деле стоят новые японские автомобили в Японии и сколько за них просят дилеры-барыги у нас в России. Японский кроссовер Toyota RAV4 в исполнении Style с двухлитровым мотором на 150 сил в сочетании с вариаторами системы полного привода у дилеров в России стоит от 2 млн 670 тыс. рублей. При этом в самой Японии даже более оснащенный RAV4 обойдется в 1 млн 600 тыс. рублей. Получается разница более чем в 2 раза. Седан Toyota Camry с 2,5-литровым атмосферником мощностью 200 л.с. в паре с автоматом в России обойдется в 4 млн 573 тыс. рублей. В Японии же новая Camry продается только в гибридной версии. Однако даже она стоит 1 млн 980 тыс. рублей. Разница в ценах у нас и у них более чем в 2 раза. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 163 л.с. с автоматом и системой полного привода у российского дилера обойдется в 6 млн 255 тыс. рублей. В Японии такая же комплектация такого же автомобиля стоит 1 млн 927 тыс. рублей. А тут уже разница в 3 раза. А вот теперь полежите и подумайте, кормить наших барыг или лучше пригнать машину из-за бугра. Ну и обещанная мною шутка юмора. Вчера в передаче «Спокойной ночи, малыши» кукловод случайно ударился головой об стол. Таких пожеланий на ночь дети еще не слышали. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. А вы имели дело с японскими авто? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное помните, время – удивительная вещь. Чем больше за ним гонишься, тем больше оно бежит от тебя.